Когда просыпается охотник, у него уже есть цель. Это утро, на первый взгляд, ничем не отличается от других. Погода так же легкомысленна, как и просыпающиеся и еще запасные люди. Кто-то мечтает, кто-то еще спит. А в сердце охотника с первыми лучами зажигается огонек. С началом нового сезона охоты этот огонек теплится надеждой и нетерпеливым волнением. Охотник выглядывает в окно и, напротив, в горизонте, видит то, что его ждет сегодня. За раскачивающимся на свежем ветру деревьями нежно волнуется озеро. Над ним, энергично взмахивая крыльями, кружит птица. Охотник становится серьезным, взводит курок и, осторожно прицеливаясь, нажимает его. Пущенная пуля, будто послушно выполняя приказы охотника, следует в гонку. Вслед за крылом утки. Начавшийся сезон охоты на уток является особенным и уникальным. Во-первых, охота на уток очень тесно связана с водой, водоемами. В мифологии древних культур, в фольклоре разных народов, в воде уделялась наиболее важная роль. Она являлась источником здоровья и процветания. Вода также отождествляется с христианством, обрядом крещения. Водолей символизирует воду, отождествляется с ангелом, головой упирающимся в небо и держащим три кувшина. В одном кувшине находится эликсир вечной жизни, который открывает человеку все тайны Вселенной. Таким образом, во время охоты на уток у охотника появляется возможность не только проверить свою меткость, но и каким-то образом прикоснуться к истории и философии. Охотясь на уток могут быть подстрелены и другие птицы, охота на которых разрешена. Птицы можно обнаружить не только вблизи рек, озер, прудов и других водоемов, но и в полях, где они питаются. На водоплавающих птиц из-за их мяса и оперения охотились еще до исторических времен. Символы уток и других водоплавающих птиц находятся в рисунках, относящихся к ледниковому периоду. С течением времени условия охоты совершенствовались и улучшались. Огнестрельное оружие в охоте на водоплавающих птиц начало применяться в 17 веке. До 19 века оружие, используемое в охоте, заряжалось свинцовыми пулями и наполнялось черным порохом. В конце 19 века был изобретен бездымный порох, после чего оружие начали производить из более надежного металла, что произвело охотникам стрелять более метко и с большого расстояния. Тогда появилась большая уверенность в охоте на птиц. Помимо надежного оружия, в охоте на водоплавающих птиц необходима собака. Самое главное, чтобы питомец был правильно выдрессирован для выполнения предназначенной ему задачи найти и принести пойманных или раненых птиц. Охотники иногда используют специальные подзывающие птиц-свистки. Ранние модели, которых в прошлом были адаптированы определенным образом, это были деревянные свистящие трубочки. В охоте на водоплавающих птиц хорошим помощником является и лодка, которая не только позволяет подобраться к неподстреленной птице, но и изменить место охоты на крупном водоеме. Итак, полный охотничьего азарта. Мы начинаем первый день охоты. Доброе утро! Мы собрались на охоту на уток. 40 охотников. Будем стрелять муток бакланов. В этом году бакланов больше, чем в прошлом году. Я хочу, чтобы каждый вел себя осторожно, в избежание несчастных случаях. Охоту на уток я объявляю открытой и желаю метких выстрелов. Попасть в летящую птицу нелегко. В 6 часов утра гурьба охотников гуськом крадется к пруду. До этого сильно лило, поэтому утро пахнет не концом лета, а свежестью июня. Высокие травы сплетаются вокруг ног. Но двигаться вперед нас вдохновляет гомон охоты. Сегодня 16 августа. Как всегда, большой праздник для всех охотников. Для тех, кто любит охоту на птиц. Начался сезон охоты на уток. С начала охоты слышно много выстрелов. Понятно одно, насколько удалась охота, мы будем судить в конце. Но, как сказал владелец земли Йозы, в этом году очень много бакланов. Обычно пострелить бакланов достаточно сложно. В конце охоты будем суммировать результаты. Будем смотреть, сколько пострелили уток, сколько бакланов. Поэтому с нетерпением ждем завершения охоты. Конец лета. Время не только для охоты. Водоемы привлекают рыбаков. Охотиться в местах, где рыбаков больше, чем уток, не рекомендуется. Так как и уток распугаете, и вообще небезопасно, когда в охотничьих угодьях есть посторонние люди. Внезапно из канала перед самым носом выпорхнула стая диких уток. Охотник нацелился на ту, которая летит в конце стаи. И спускает курок. Выстрел неточный. Утки прерывистыми взмахами крыльев устремляются вверх. В это время коллега справа успевает прицелиться и выстрелить. И утка будто замирает в воздухе. Затем медленно опускается в высокую траву. Поздравление охотнику, открывшему сезон охоты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Что? Баклан клюет тебя за нос? Кто тут лучше собаки работает? Лучше? Осталось вытащить еще одного. Какая хорошая собака! Какая хорошая! Попасть в такую птицу очень трудно. Она очень быстро летит. Ну а если попасть, охота считается удачной. КОНЕЦ А на смену тумана приходит солнечный знойный день. И одну охоту меняет другая. Утка отличается стремительным полетом. Поэтому попасть в нее даже опытному стрелку очень нелегко. В течение нескольких часов охоты производится довольно много выстрелов. Но этим-то нас и привлекает охота на уток. Выстрел и над болотом взмывает огромная стая уток. Они сразу же летят вверх и достигают такой высоты, что попасть становится почти невозможным. В последние годы на утиную охоту собирается все больше охотников. Утиная охота является отдыхом, прогулкой по природе, тестом на меткость. В охоте на уток используется мелкая дробь. Как хорошо, что была запрещена охота на уток без собак. Многих птиц ранили, многих не находили. Утки, безусловно, заслуживают внимания. А перения самцов и самок, как украшения в сезон свадеб, зимой и весной, очень отличаются. Самцы яркие. Самки более скромные, пятнистые. Летом и ранней осенью раскрас перьев птиц обоего пола одинаковый. Перья плотные, с большим количеством пухов. При взмахе крыльями, перья выпадают почти одновременно. Поэтому, пока не вырастут новые, птицы в течение некоторого времени не могут летать. Гнезда, дикие утки, свивают из прошлогодней сухой травы. В них всегда много пуха, который самка сама выщипывает у себя из груди и брюшка. Откладывают до 11 яиц. Птенцы появляются из яиц, хорошо развитые. И уже в первый день улетают из гнезда, которые уже не возвращаются. С первого же дня они плавают и ныряют, питаются самостоятельно. Самка их только водит, предупреждает об опасности и греет. Утята питаются различной пищей растительного происхождения, едят молодые побеги растений, почки, листья, ростки. Косни летят кормиться в Женевье. Летом едят пищу животного происхождения. Когда день охоты подходит к концу, время оценивать добычу. Видите? Чирка с полоской на голове. Отличительный знак. Коричневые стебли маховых перьев. Такой наряд он будет носить весь сезон охоты. Это самка утки. Об этом свидетельствует коричневый цвет клюва. А что это птенец, мы видим по светящему, как зеркало, цвету перьев. Это самец утки, селезень, так как клюв зеркального цвета. Хотя тело похожее на самку, мы можем определить только по цвету клюва. Это селезень, зрелый самец. Здесь больше коричневого цвета. И на голове видны зеленые перья. Тяжелый старик, селезень. В случае солнца начинается еще один день охоты. И на голове видны зеленые перьев. Собралась такая большая группа охотников. Редко, наверное, такое бывает, когда так много людей собираются на охоту. Это, конечно, приветствуется. Все в хорошем настроении, в отличном настроении. Погода нас балует, хотя для охотников никогда не бывает плохой погоды. Бывает или хорошая, или очень хорошая погода. Сегодня на этой территории можно будет охотиться не только на уток, но и на бакланов. Я хотел бы подчеркнуть еще одну вещь. Мы собрались на утиную охоту, поэтому давайте постараемся стрелять так, чтобы позже эту утку можно было бы извлечь из воды. Если мы будем дисциплинированы, будем следовать безопасным правилам охоты, умело обращаться с оружием, то мы этот праздник не испортим и останемся довольны, счастливы, в хорошем настроении. Итак, не будем тратить времени, ведь мы собрались вместе, чтобы охотиться. Спасибо. До самого конца не идите, только каких-то 50 метров. Субтитры подогнал «Симон» В соответствии с требованиями Европейского Союза, в отчетном листе нужно отметить всех подстрелянных птиц по видам. При заполнении листа недостаточно указать, сколько подстрелили уток. Необходимо также указать, каких уточек подстрелили. В правилах также написано, что охотиться можно только на летящих уток. Охотник, прежде чем идти на охоту, должен хорошо знать, как выглядят разные утки во время полета. Это может быть запрещенный к охоте или даже в красную книгу занесенный в вид уток. Охотник, который подстрелил животное, занесенное в красную книгу, обязан заплатить штраф. Субтитры подогнал «Симон» При подготовке будущих охотников, рассказывая об утках, показывают картинки, на которых различные виды уток представлены в праздничном оперении. Во время сезонной охоты на уток эти птицы меняют яркие перья на обычные повседневные наряды и выглядят не так, как показаны в книгах. Итак, собираясь охотиться, мы должны различать уток, украшенных нарядами и повседневным оперением. Субтитры подогнал «Симон» Удача человеку улыбается неожиданно, как и в сегодняшней охоте. Одним охотникам везет больше, другим меньше. Ну-ка, подними вверх. Настоящий снайпер – прекрасный пример для такого понятия. Что ж, сегодня король у нас действительно есть. Отпусти, отпусти. Утки летят слишком высоко, и они недостаточно упитанные. Подождем более упитанные. Немного укорочу, чтобы не было такой большой. Утка ведь маленькая. Подносишь, поворачиваешь и вытаскиваешь внутренность. Теперь, когда погода прохладная, нет большого риска, что птица может протухнуть. Но летом, когда погода теплее, очень удобно вести подстреленную утку так, чтобы из птицы были удалены внутренности. И это делается очень просто, при помощи этой палочки. Приятного аппетита! Это ваша добыча, моя. Но пока только одна. Надеюсь, будет больше. Впрочем, из-за охоты на уток значительную финансовую выгоду не извлечешь. Но самое главное, что люди встречаются, общаются, интересно проводят время, охотятся. Наверное, наиболее важен сам процесс, а не выгода. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот, что значит хорошее ружье Очень повезло, взлетело несколько уток Три выстрела и три утки Начало охоты очень удачное Иди сюда, иди Ой, какая ты хорошая собака Оказалось, что тремя выстрелами Пострелили целых четырех уток Наш щенок хорошо поработал Как видите, три выстрела и четыре утки Очень удачно залетели утки Начало охоты вполне успешное Для тех, кто любит на охоту выйти рано утром В одиночку Самое интересное Это индивидуальная охота Прогулявшись вдоль канав Со щенком приходится пройти немало километров Но в этом и есть самая прелесть Каждую минуту должен быть готов встретиться С поднимающейся уткой И моментально сделать точный выстрел Не ждите, что охотник попадает В каждую пролетающую птицу Вес губитой утки часто бывает Пропорционален весу выпущенной дроби Чем больше выстрелов, тем интереснее Утина охота без собаки Не только не интересна, но и запрещена Врожденное собачье чутье Помогает ей найти уток Упавших или притаившихся В наиболее труднодоступных местах Таким образом, с помощью четвероногого друга Горазно более значительная доля погибших птиц В конечном результате превращаются во вкусные блюда Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Открытие утиной охоты Всегда большой праздник для охотников Вероятно, в эти дни видишь, сколько в Литве охотников Мало кто едет на утильную охоту ради добычи Охотникам просто приятно побыть на природе Естественно, добыча только добавляет охотнику гордость А как поднимает настроение, когда ты идешь, прикрепив к ремню пару уток В конце концов, все собрались вместе Двадцать минут Сегодня я хочу поздравить всех мужчин моего клуба и гостей С открытием большой охоты Отрадно, что три собаки будут участвовать в охоте Потому что охота на птиц без собаки запрещена Да и вообще не охота Я обещаю, что уток точно увидите Пока мы не заходим и пока я не дам сигнал Не стреляйте Даже если птица прилетит и усядется на трубу Ни один не стреляет Идем Идем Итак, охотясь сегодня, еще раз подумайте об утках В Литве уткой, на которую охотятся, в основном является кряква Эта утка пластична, легко приспосабливается к жизни и гнездится в разных местах Судя по этому, их должно быть полным-полно Но в последние годы наблюдается снижение количества вида этих птиц В сезоне 2009-2010 года было пострелено на 2654 утки меньше, чем за прошлый сезон А почему? Есть целый ряд причин Считается, что одна из них – увеличение количества погибших отложенных яиц В середине лета в водоемах можно наблюдать взрослых уток без потомств Значит, отложенные ими яйца погибли В этом может быть виновата и сама природа Так же и человек Люди распугивают уток Те оставляют яйца, и они замерзают Селезни также повинны в гибели утиных яиц Для повторного спаривания селезни уничтожают найденные гнезда Охотники могли бы помочь уткам Если бы больше охотились на хищников и устанавливали искусственные гнезда Мы часто слышим, что охотники строят новые вышки – кормушки Но хотелось бы чаще слышать о подготавливаемых гнездах для уток У нас должна выйти в привычку помощь этим птицам И начать заботиться надо не только о будках, но и о куропатках Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Охота была успешной, а тем, кто не верит, результаты перед глазами Добыли восемь кряк Один чирок словно бегать Послышались последние выстрелы Охотники любовались своей добычей А день уже сменялся вечером Субтитры создавал DimaTorzok Завтра жизнь опять пойдет своим чередом А сегодня охота много чему научила Во-первых, в любой охоте надо иметь помощника Вкладывая усилия на подготовку собаки, обратный результат становится очевидным очень быстро Субтитры создавал DimaTorzok 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 В конечном счете, главное не добыча Охотясь на птиц, человек словно сливается с природой Озерами, реками Субтитры создавал DimaTorzok Озерами, реками Что вся жизнь еще впереди Озерами, реками Озерами, реками Озерами, реками Озерами Озерами